итак мы снова в эфире продолжаем наши импочки наносить золотые на веснушки на каждую каждую веснушку ставим золото сверху сразу густеет краска На каждую на каждую наносим, главное не пропускать. Продолжение следует... Продолжение следует... И еще я люблю внутри цветочек немножечко тоже золотом прокрашивать. Но это я сделаю, когда у меня уже все высохнет и спокойно уже оценю ситуацию, нужно мне это делать в данном ситуации или не нужно. Будет хватать золота моего внутрима или не будет. Если золота хватать не будет, то я изнутри цветочек тоже прокрашиваю этой золотой краской. Пока что не буду этого делать. Подожду результата, когда у меня все высохнет. Я смогу оценить полностью образ. Так, разворачиваю голову куда надо. В правильную сторону. Вот так у меня выглядит голова нашего дремчика. Вот она у нас какой интересный. Живот смотрит. Итак, приступим теперь к ладошкам и к пяткам. Что касается ладошек и пяток. Здесь самое главное ни в коем случае не переборщить с тонировкой. Я здесь стараюсь вообще особо не переборщивать. Прорисовываю аккуратненько каждую перемычку. Вокруг можно по кругу прорисовать ладошку, но я в данном случае делать не буду, потому что у меня дрем очень нежный и мне не хочется делать особо ярко выраженные элементы. Я, наверное, пока этого делать не стану. Все ставлю как есть. Хотя, может быть, когда я пальчики сделаю, мне и захочется пройтись по кругу. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Сначала только с пальчиками. Зарисуем вот так. Вот здесь вот так. Будем растушевывать сейчас в сторону ладошки. Растушевываем. Здесь, в принципе, можно и по кругу пройтись, чтобы сделать более завершенный область ладошки. Прохожусь на стыке мини-штофа из козы. Прохожусь аккуратно, стараюсь ничего лишнего не нарисовать. Вот так я визуально отделяю ладошку. Чуть-чуть больше отделю визуально большой пальчик. Сделаю углубление. Вот так это выглядит и красной пастелью сухой. Пройдусь по ладошке вот здесь, снизу. И по парочкам сверху капельку. Растушевываю. Вуаля. Вот такая вот ладошка. То же самое с пяточкой. Тут уже хорошо, что мы начали обладать по кругу. Увожу на стыке. Вот так. Делаю по стыку. Прорисовываю пальчики. Делаю вот такое углубление визуально. Растушевываю. Добавляю красную пастелью на пяточку. Немножечко на пальчики. На пяточки растушевываю. Так. Сделала переночку. Пока стушевывала. Вот такая пяточка. теперь находимся по пузику перед тем как рисовать что-то на пузике мы проходимся сухой красной пастелью по нему делаем кубок розового цвета делаем поверх по пузику и растушевываю давайте уж сразу раз у меня постели здесь рядышком вожу крылышки на крышках я вот здесь вот этих местах которые у меня отходят от спины также их прокрашиваю постели также растушевываю а здесь чуть-чуть с внешней части кончик крылышка самое малость все сухая красная пастель нам больше не понадобится теперь на пузике нам нужно сделать также веснушки как и у нас на маковке набираю и также прорисовываю чудесные веснушки неравномерно вокруг всего пузико прям от широких до самых тоненьких снизу делаю их больше сверху меньше так и сам пупок внутри тоже немножечко протонируем капельку и два заметную точечку так хаотично абсолютно эти кусочки наносим вот абсолютно хаотично так мой кисть промакиваю веснушки теперь золотой краской у меня уже подсохла добавляю также прокрашиваю каждую веснушку золотом заставку та и и и так ну почти так вот так выглядит пузико вот он у нас пузико с головушкой нас образ уже собирается теперь нам нужно добавить такие же точки такие же реснушки на крылья сзади их я много не делаю по крыльям то есть также по ушкам совсем чуть-чуть просто чтобы свести образ воедино что называется то же самое сгуст я думаю достаточно промахиваю теперь наношу золото это сухого золота в общем золото наношу такими как бы пупырышками чтобы они были чуть-чуть выпеклые когда все это дело высохнет когда это все высохнет они будут такими немножечко выпуклые пумпочками стоять вот крылышки тоже готовы и осталось нам только украсить бисером пяточки а потом дата не вы уже что сейчас время в эфире не занимать здесь все просто что касаемо золото использую обычно золотой бисер золотой серебряный разного размера от маленького до покрупнее можно использовать и так смотрите бисер наносится у нас я по крайней мере как люблю наносить я наношу на ножки вот сюда вот в эти места я наношу на ручки вот в эти места наношу по телу до шеи наношу сзади и на голову вот здесь сзади чтобы у меня весь образ как бы соединился в одном целое давайте сейчас покажу вам на примере головы вот и я думаю что на этом будет понятно как в принципе хотя давайте лучше на примере ноги потому что на голове понятно что только вот этот треугольничек нужно будет бисером завести я вам сейчас давайте покажу на примере ноги чтобы вы не перебарщивали особо с бисером понимали какое количество лучше наносится не люблю из этой штуки про бисер на когда у меня слишком лиховой дрем так кошки на кустыц сбегались это совсем неудобно так то лучше сейчас я совсем измучаюсь вот когда совсем меховой дрем даже если у меня бисер пропадает в меху то есть его особо не видно ничего страшного самое главное что все эти детали должны быть в принципе на дреме визуально они не должны сразу открываться то есть должна быть такая загадка которую можно будет рассматривать потом держа в руках точно так же в хаотичном порядке не соблюдайте никакую очередность чтобы не было такого что у вас там все в шахматном порядке нанесено нет все должно быть максимально хаотично было видно как будто бы сыпанули и они вот так вот разбросались по нашему дремчику собственно говоря думаю что принцип вам понятен как это происходит вот видите они там и в меху находятся самое главное что они чувствуются на ощупь и слегка поблескивают вот наносим бисер пришиваем по бедрам по плечикам вот на эту сторону над пузиком до шеи мелкую-мелкую такую росы и сзади вот на этот отрезок головы сюда можно еще между крыльями нанести чуть-чуть самое главное не переборщить вот таким у нас дремчик получается красавчиком ну что я думаю дальше вам все понятно я не буду уже до конца сейчас полностью его всего бисером расшивать в эфире потому что оно и так понятно что и как здесь сделать собственно на этом наш дрем закончен вот такой вот он у нас красавчик получается и не забудьте если вам золота будет мало то можно цветочек внутри вот эти лепесточки тоже прокрасить золотом чтобы все было максимально гармонично ну что девочки спасибо вам за внимание за внимание всем кто был со мной все эти дни надеюсь увидеть ваших дремчиков в ватсапе есть хэштег по дрему давайте делиться фото и пожалуйста при публикации готовой работы не забывайте указывать меня как автора персонажа этого вот я буду вам рада видеть все ваши работы публиковать их у себя в сториз мы с вами прощаемся всего хорошего хорошего вечера не забывайте выкладывать результат мне интересно всем спасибо всем пока-пока пока-пока